Сегодня мы снова говорим о деле бывшего вице-премьера правительства Республики Башкортостан, бывшего министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева. Напомню, что последние 4 месяца он ограничен в свободе, 57 дней он просидел в следственном изоляторе, дальше и по сегодняшний день он находится под домашним арестом. И вот завтра, 19 июля в 14.00 в Советском районном суде будет решаться вопрос о дальнейшей мере пресечения либо передачи дела в суд. В общем-то, в последние 3 недели ничего существенного в ходе следствия не происходило. Складывалось впечатление, что следствие потихонечку технически исчерпывает все необходимые процедуры, которые описаны в учебниках по ведению следствия. Я имею в виду опросы сотрудников, каких-то свидетелей, выемка каких-то вторичных документов и техники, экспертиза компьютера, на котором работал Гурьев уже более полугода назад и так далее. То есть существенных моментов не происходит. Напоминаю, что практически все обвинения были сняты в ходе следствия, а одно из обвинений было отвергнуто следствием. Остался только один лимонарий, так называемый, эпизод вот с этой землей, которая была передана Су-10 Валерия Мансурова. Напоминаю, что с Мансуровым все тоже очень сложно в том смысле, что он в последние 9-10 месяцев набрал такое количество государственных и социально важных подрядов на строительство, что, условно говоря, преследовать его сейчас и его компанию просто не представляется возможным, да, собственно, видимо, и нет никакого желания. Кое-кто поговаривает о том, что господин Мансуров договорился с новыми властями, а это, в свою очередь, тоже всячески отменяет возможность полноценного завершения следствия, если оно приходит к выводу о виновности. Ну, в общем, конечно, получился такой тупик. Я уже много говорил о том, что дело Гурьева уже окончательно сформировалось как абсолютно заказное дело. Интересантами заказа вот этого и исполнения его следственным комитетом, конечно же, являются нынешние фавориты и высокие фигуры и в аппарате самого Радия Хабирова, и где-то в правительстве и около. В общем-то, ну, отчасти это определенная месть Гурьеву за то, что он делал, будучи на посту своем в правительстве, когда он, скажем так, препятствовал реализации интересов вот этой группы товарищей. Отчасти это участие в федеральной тематической игре «Найди коррупционера в регионе». В общем, конечно, следствие, в общем-то, невольно попало в очень трудную ситуацию. Я, в принципе, никогда не обвинял Следственный комитет в какой-то злонамеренности здесь. Я больше склоняюсь к тому, что Следственный комитет попал в трудную ситуацию, когда он не смог отказать вот этим высокопоставленным товарищам. Трудность ситуации Следственного комитета и самого следствия заключается в том, что сейчас, конечно же, им очень сложно, мучительно сложно признать, что они были неправы и снять обвинение. Это, наверное, почти невозможно для них по разным причинам. Но наряду с этим они не могут предъявить внятных обвинений и внятных позиций по злоупотреблению. Дело в том, что все решения Гурьева, которые были подвергнуты сомнениям в рамках следствия, были закреплены и подтверждены постановлением правительства за подписью где-то Марданова, где-то самого Хамитова. И, в принципе, получается такая история, что обвинение идет путем предъявления каких-то претензий человеку, который исполнял решение, условно говоря, и вышестоящего начальства, и в целом правительства Республики Башкортостан. Кроме всего прочего, пока шло следствие и вообще пока тут менялась власть в Башкирии, на пост Гурьева пришел господин Полставалов. Так вот, этот господин, про которого мы много говорили и будем говорить обязательно впоследствии, пока расследовал сделок Гурьева, совершил ряд сделок ровно по той же самой схеме, которую совершил и Гурьев. Соответственно, тут вообще складывается такая достаточно забавная ситуация. «Если Гурьев виноват, то Полставалов тоже должен сидеть», условно говоря. Ну, конечно, на такое Следственный комитет пойти не может ни в коей мере, но, в общем, получается некий такой кризис. Прогнозировать завтрашнее решение суда, конечно, я не могу и не буду, но могу порассуждать о вариантах, которые возможны. Первый и наиболее вероятный вариант развития событий – это то, что следствие опять попросит продлить меру пресечения, то есть еще на два месяца оставить Гурьева под домашним арестом. Прецедентов, когда домашний арест обратно менялся на реальное решение свободы, конечно, ничтожно мало в практике судов. Да, собственно, и Гурьев не давал никакого повода для того, чтобы его обратно вернуть в камеру. Возможно, суд разрешит Гурьеву прогулки какие-то, но есть какие-то процедурные послабления, что, собственно, не сильно меняет статус человека в этот момент. И следствие выйдет во временные рамки за выборы. Вот этот ключевой момент. Дело в том, что тут есть еще и политический аспект. Отказаться от претензий Гурьеву и выпустить его прямо сейчас, ну, очень неприятно, наверное, для Белого дома в том смысле, что это будет очередное какое-то фиаско. Во-первых, персональная фиаско тех, кто заказал это дело. Во-вторых, в целом это будет некий такой провал небольшой в том смысле, что, ну, как бы вот боролись-боролись, оказывается, не боролись. Нового придется искать какого-нибудь фигуранта. Хотя, на самом деле, их достаточно и много. Соответственно, там выбор богат. Но я не думаю, что Белый дом сейчас хочет заново начинать вот эту историю. В целом, конечно, вероятнее всего, что Гурьев останется под домашним арестом еще на два месяца. Но, возможно, конечно, и менее вероятный вариант в том смысле, что следствие передаст дело в суд, сформулирует обвинение, и процесс перейдет в стадию судебного разбирательства, что, собственно, возможно, но, наверное, маловероятно пока. Ну и третий вариант, самый фантастический, следователь встанет на суде и скажет, извините, Ваша честь, мы ошиблись, все было не так, мы извиняемся и так далее, и так далее. Но, конечно, такое невозможно. Также надо отметить, что сегодня состоялся суд по мере пресечения Эльвира Берг. Суд продлил содержание под домашним арестом этой мадам. Собственно, на мой взгляд, следствие закончено, потому что никаких следственных действий не ведется. Эльвира Берг признала по всем пунктам свою вину, возместила ущерб, никаких показаний не дала против Гурьева, для чего, собственно, ее и арестовывали. И, соответственно, она отправляется, наверное, в ближайшее все равно время в суд и получит свой условный срок. Вероятнее всего, за те деяния, которые совершила, вообще это было какое-то мелкое, на самом деле, злоупотребление. Украла она там 3 миллиона, которые возместила, причем в сумме 3 миллиона. Кроме всего прочего, признаком окончания следствия является то, что главный свидетель по делу Эльвира Берг, Урал Ахметов, беспрепятственно выехал в Британию. Он никак уже не должен был соблюдать всякие подписки о невыезде и прочее. И из этого я делаю вывод, что следствие больше не нуждается ни в свидетелях, ни в обвиняемом, в плане того, чтобы передать это дело в суд и дальше уже, как говорится, как пойдет. Заказной характер дела Евгения Гурьева окончательно стало очевидным. И вообще в последнее время становится понятно, что заказные, уголовные, административные и хозяйственные дела есть и будут, видимо, визитной карточкой новой власти в Республике Башкортостан. Пришедшие к власти так называемые законники будут использовать привычные для них инструменты для достижения собственных целей, для устранения неугодных и непричастных и тех, кто им мешает. В том числе и в отношении нашего канала начались гонения. За последние полторы-две недели мы получили, во-первых, иск Башспирта, о котором я говорил. Башспирт при этом, по моим данным, в общем-то не имеет отношения к этому иску как инициатор, а лишь исполняет волю господина Полставалова, который возжелал отомстить нам за то, что мы не признаем его профессиональных качеств или каких-то еще. Кроме этого, предпринята попытка возбудить уголовное дело в отношении меня по статье «Коммерческий подкуп». Напомню, что коммерческий подкуп возможен только в отношении должностных лиц, а я пять лет как не являюсь никаким должностным лицом и вообще официально безработный. Эти акты давления станут тем самым образом действия, тем самым модусом операнди вот этой новой власти. Они таким образом будут расчищать себе дорогу к светлому будущему. И это на самом деле очень пугает. И пугает не только меня, но и людей, которые это наблюдают со стороны. Потому что жить в такой тоталитарной обстановке, когда если ты с чем-то не согласен, ты сразу же отправляешься в тюрьму, либо начинаешь платить деньги этой власти в виде штрафов, конечно, никому не хочется. Я снова обращаюсь к нашим подписчикам с просьбой о помощи и содействии. В том смысле, что вот эти процессы, которые сейчас идут вокруг нашего канала, они, конечно же, требуют некоторых средств. Безгранично благодарен тем, кто переводит нам деньги на счет. Это 100 рублей, это 1000 рублей, это 500 рублей. Неважно, каждый рубль – это признание того, что мы нужны нашим подписчикам, признание того, что мы действуем правильно. Я гарантирую, что все средства, собранные в рамках вот этого процесса и в рамках того периода, когда мы будем вынуждены кувыркаться в этих судах и в следственных комитетах, все эти деньги пойдут на услуги адвокатов, на вот эти процедурные все моменты. Если что-то останется, мы пожертвуем эти деньги на организацию хосписа в Уфе и ни копейки себе не возьмем. Субтитры создавал DimaTorzok